Тимофея 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 Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напышенные, больше сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись. Таковых удаляйся. Сегодня назвал свою проповедь так, имеющий вид благочестия. И сразу хотел отметить, что здесь апостол Павел ни в коем не упрекает сам вид благочестия, как мы сидим здесь сегодня, и мы особо нарядились, мы приготовили свое сердце. Здесь он это не упрекает, это правильное состояние, когда мы готовим себя к служению Богу, и вообще, когда мы находимся везде, мы должны иметь это же самое состояние благочестия. Апостол Павел упрекает здесь совсем другое, он говорит, когда силы нету в этой благочестии, и об этом мы сегодня порассуждаем. Давайте начнем просто с первого стиха, который мы прочитали. Он говорит, «Знай же, что в последнее время, последние дни, вот что в эти дни, которые мы живем, наступит время тяжкое. И мы понимаем, что время, оно летит как бы не ускоренно, намного быстрее, чем как мы привыкли раньше. Оно летит, летит, и уже мы видим, что приближается конец года. Время летит. Но здесь сказано такое слово интересное, что время тяжкие, времена тяжкие будут. Это слово встречается только два раза в Новом Завете. Здесь еще один раз в истории, когда Иисус пошел в землю Гергесинскую и встретил двух бесноватых, и все обходили этой дорогой, но Иисус пошел именно туда, и там сказано, что вышли из гроба весьма свирепые, два свирепых людей, которые были одержимы. Вот это слово «свирепые» – это то же самое слово, которое использует здесь апостол Павел, что вот эти дни, в которых мы живем, они будут свирепые. Английское слово «violent» – очень тяжелые времена, в которых мы живем. И какой он совет дает в эти тяжелые времена, и мы порассуждаем немножко об этом, о том, что какое у нас должно быть благочестие. Имеющий вид благочестия – это те люди, которые представляют себя религиозными, но силы нет, и это видно в том, что они не имеют измененной жизни, и жизнь не изменяется. И вот даже факт, что мы живем в последние дни, это не меняет то, как люди живут, к сожалению. И сила Божия, она проявляется, когда мы действительно позволяем Духу Святому действовать в нас и в преображенной жизни, Он работает в нас. Но, к сожалению, двойная такая жизнь стала нормой для многих христиан. Я не знаю, как из нас, но давайте мы должны оценить, вот живем ли мы такой двойной жизнью, или это только касается тех внешних людей, которые погибают в мире. Знаете, мы можем подумать, что это касается только тех, которые в мире, которые погибают, которые не знают, не имеют никакого отношения к церкви, кроме того, что здесь присутствует пятый стих, пятый стих, который говорит, что эти люди также и присутствуют в церкви, потому что нечестивые люди не стремятся иметь вид благочестия, но они делают этот вид благочестия, но силы не имеют, они не получили от Бога силы, которые Он может дать через возрожденную жизнь. Апостол Павел, он также говорит, какие дары должны у нас быть, дары Святого Духа, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, вот это то, что Он хочет видеть в нас, а вот эти качества, здесь 20 таких качеств, которые Он говорит, это не должно присутствовать в христиан. Этот список, как атрибутов истинных, которые мы посмотрели, вот список, когда Дух Святой действует в нас, Он производит эти плоды, но этот список относится к тех, которые не позволяют Духу Святому работать в нашей жизни. Я хотел посмотреть на этот стих пятый, как с двух сторон, на два вопроса ответить. Один вопрос, это как мы можем отрекаться от силы благочестия? И второе, мы посмотрим наоборот, как мы можем расти, как мы можем упражнять себя в благочестии? И давайте посмотрим на первую вот эту мысль, как мы можем отрекаться от силы благочестия? И, конечно, первое, это живя нераскаянными грехами, живя в жизни, когда мы соглашаемся, делаем грех и соглашаемся с этим, и не стремимся исправиться, не стремимся к покаянию. Вот этот весь список, который здесь начинается, слово «самолюбие», очень важно, вот я хотел отметить, что вот это слово «самолюбие», это как, вот представьте себе, солнце такое, и в середине слова «самолюбие», и из этого солнца выходят все эти остальные качества. Самолюбие, но здесь есть огромный контраст, с другой стороны, когда он кончает, он говорит «боголюбие». Какое у нас отношение, какое у нас отношение к Богу? Или мы находимся самолюбивы или боголюбивы? Нету такой середины, где мы можем быть и там, и там. Вот давайте посмотрим на этот список коротко. Представьте себе, что все это вытекает из слова «самолюбие». Дальше он говорит «сребролюбивые», потому что самолюбивые люди всегда будут показывать, что они имеют больше, чем хотят показаться перед людьми. Потом мы видим здесь гордые люди, которые очень высоко смотрят на себя, и потом они надмевают на других людей. И когда люди надменные, они смотрят очень низко на других людей, потому что они самолюбивые и дальше злоречивые. Вот когда мы представим себе злоречивого человека, он никогда не будет говорить такие злые, худые слова на тех, кого он любит. Он будет это говорить на тех, кого он не любит. А когда он себя любит, тогда он не будет замечать, как он это делает. Или дальше мы видим, родителям непокорны. Какое вот сейчас время мы живем, что иногда дети готовы убить своих родителей за то, что они отказали им что-то, чего они хотели, не дали им телефон новый или не пустили их на какое-то место. И такое бывает, что дети настолько жестокие к своим родителям, потому что они любят себя. И дальше здесь сказано «неблагодарны». Мы понимаем, что неблагодарный человек всегда будет самолюбивый, но когда мы боголюбивы, мы будем благодарны за все, что он нам дает. Нечестивые, те, которые живут неправильным образом жизни, недружелюбные, когда мы имеем круг друзей, и мы довольны им, и кто-то другой приходит, мы не принимаем их, потому что мы любим себя, мы любим этот круг, который мы уже создали для себя. Дальше непримирительные. Есть те люди, которые, независимо от того, что ты сделал и сказал, как ты представил свою презентацию, они всегда будут стоять на последнем, они будут иметь последнее слово «так, как я сказал». Они непримирительные, потому что они самолюбивые. Дальше клеветники, те, которые очень плохо говорят о других. Они не воздержаны, когда мы не воздерживаем свои плотские похоти и делаем то, что нам нравится, потому что мы самолюбивы, жестокие, не любящие добра и предатели. Вот вспомните Иуду Искариот, за какие 30 серебряников он предал своего учителя. Почему он сделал? Наверное, потому что он был боголюбив и все отдавал для служения Богу. Нет, он был самолюбив, и он хотел только выгоду для себя. Наглый, напышный. Вот это слово английское «concited» может поможет немножко понять это старое слово. Потом более сластолюбивый, нежели боголюбивый. Сластолюбие – это тоже lovers of pleasure, любители удовольствия, те, которые любят то, что им нравится, самолюбие. Вот этот список, когда мы видим, мы вот этим словом можем представить. Но давайте подумаем, находимся ли мы в какой категории, самолюбивые или боголюбивые. Так, первое мы посмотрели, как мы можем отречься от силы благочестия. Это когда мы живем в нераскаянных грехах. Да, мы спотыкаемся иногда, но вот это понимание, что мы не должны оставаться в этом грехе. Мы каемся, мы ищем освобождение, и Господь даст нам силы. Вторая мысль – это живя лицемерной жизнью. Вот это, конечно, самое то, что мешает нам расти в силе благочестия. Я слышал такой пример, что когда-то известный американский евангелист, мы все его знаем, Билли Грэм, когда он еще был молодой, он, может, еще не такой был известен, как он в старости, но он ходил где-то на улице, и его решил ограбить один человек. Что у него могло быть ценно? Ну, у него был кошелек и часы, и, может, еще что-то было. И этот грабитель одел маску, и его решил ограбить. Берет у него деньги, берет кошелек, берет часы, и уже готов бежать. И он говорит, остановись, я тебе еще что-то дам. Но он думал, может, он еще какую-то ценную вещь даст. Он говорит, у меня есть для тебя трактат. Думаю, зачем мне нужен трактат? Но он взял его, перелистнул так, и сзади этого трактата у Билли Грэма была обычная картинка, фотография его и надпись. И этот человек посмотрел, может, он его не так не знал, смотрит, здесь Билли Грэм, и тут Билли Грэм, которого он только что ограбил. И сразу, мгновенно он почувствовал осуждение, и отдал ему кошелек, отдал ему часы, и снимает эту маску, которая у него была, и говорит, приветствую, брат, мы же единые братья во Христе. Представьте себе, это кажется смешной, смешной пример, но это бы не было смешно, если бы это не было так грустно, потому что это происходит и с нами. Может, это не на таком уровне, как Билли Грэм, который все знают, но как часто это бывает с людьми, которые мы встречаемся где-то и, может, как-то грубо поведем с ними, а потом мы встречаемся и понимаем, о, а он же верующий, он ходит в церковь, может, в другую церковь, но он тот же брат, и нам тогда становится стыдно. Знаете, Марк, апостол, евангелист Марк написал хорошо о лицомерах, он говорит, Марка 7, 6, слова Иисуса Христа, «Хорошо пророчествовало вас в лицомерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, а сердце их далеко от меня». Я думаю, здесь Иисус использует те же самые образы, как апостол Павел. Он говорит о устах и сердце. Апостол Павел говорит о вид благочестия и силы. То же самое. Вот Иисус говорит, что они исповедуют устами. Это то же самое, когда человек имеет вид, но сердце далеко. Это то же самое, что мы видим, когда силы нет. Иисус говорит, что если сердце далеко, то не будет иметь значения то, что ты говоришь своими устами. И нам, конечно, легко судить сейчас фарисеев, но давайте вглянем в свое сердце, как мы, в каком состоянии мы сегодня перед Богом. И последняя мысль, как мы можем отрекаться от силы благочестия, это когда мы не растем в познании Бога. Когда мы познали Его, и все познание, которое мы имеем, это достаточно для нас, и мы не ищем откровения от Бога, не ищем того благости Бога, и мы думаем, что нам достаточно вот какого-то маленького познания от Бога. Посмотрите, что апостол Петр говорит, 2 Петра 1, 3. Знакомые для нас слова. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Здесь сказано о том, что Он все нам дал для жизни и благочестия, и как это проявляется через познание призвавшего, через познание Бога, Бога Отца в Иисусе Христе и через Духа Святого. Мы познаем Его, мы можем получать эту силу, которая будет нам, вот это благочестие, которое мы имеем, оно сделает его настоящим, а не не искусственным, как апостол Павел говорит здесь, что есть люди, которые только имеют этот вид. Если мы не будем познавать Бога больше в нашей жизни, то мы будем искать эту силу в чем-то другом, например, в учебе или в друзьях, в работе, в какой-то музыке или в еде, или в чем угодно может быть. Мы будем искать вот эту, заполнить вот эту пустоту, эту силу, которой не будет силы, мы будем искать ее в чем-то другом. Итак, мы посмотрели, как мы можем отречься от силы благодати. Теперь давайте посмотрим на положительную сторону этого стиха. Как мы можем упражнять себя в благочестии? Апостол Павел в первой главе, в первой книге, то есть своей, он написал о том, что благочестие – это то, что нужно развивать, расти, это то, что должно расти в нас, когда мы постоянно пребиваем в нем. Это 1 Тимофея 4,7. Он говорит о том, что «Негодных бабих басев отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящей и будущей». Я знаю, что у нас есть спортсмены в церкви, те, которые любят заниматься, и он не говорит здесь, что это плохо, совершенно нет. Он говорит, что упражнение на низком уровне, хотя это полезно для сегодня, и мы можем, когда мы живем хорошим образом жизни, мы будем жить и не будем болеть, и так далее. Это хорошо, но духовное упражнение в благочестии, оно совершенно на другом уровне, потому что, когда мы просто занимаемся, это не вмениться нам в вечности, что вот мы с утра вставали рано и бегали 3 мили, или на велике катались 10 миль. Это не запомнится у Бога в вечности, потому что это относится к плотскому. Это полезно, но оно мало полезно. Но благочестие, оно полезно здесь, на земле, вот сейчас, пока мы живем, и так же в будущем, потому что мы вкладываем как бы в небесную копилку, и это никогда не заберется от нас, когда мы упражняем себя в благочестии, растем, стремимся к этому. Знаете, благочестие – это не такое то, что дается нам само по себе, когда мы получаем возрождение от Бога, как праведность. Праведность, она вменяется нам, но благочестие, оно вырабатывается, или как мы упражняем ее с себя, потому что мы должны в этом упражняться, мы должны это расти, в этом расти, и мы видим, как апостол Павел также вот в этой же главе, он говорит последних два стиха, Тимофею 3, 12, он говорит, «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для облегчения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И он здесь использует слово «праведность». Праведность нам дается, и мы также можем расти в праведности, это правильное состояние, но благочестие, оно зависит от нашего боголюбия. Насколько мы любим Бога, настолько мы будем благочестивые. Оно не дается нам тогда, когда мы просто познали Христа. И вот, пребывая в Слове, мы можем стать, вот как сказано здесь, совершенным человеком, значит, не то, что мы не будем согрешать, но мы будем equipped for every good work, мы будем подготовленными для того, чтобы идти и быть благочестивым на самом настоящем деле, не на виду только, а иметь эту силу, которую Бог дает нам. Братья и сестры, насколько мы любим Бога, настолько мы будем благочестивы. Мы должны это помнить, чтобы мы никогда не думали, что вот я просто проснусь сегодня, и оно само будет во мне что-то развиваться. Мы должны практиковаться в этом, расти, отказываться от плотских желаний и расти в том, что важно, в том, что драгоценное, то, что не отнимется от нас никогда. Итак, как мы можем упражнять себя в благочестии? Еще мы видим, что через пребывание в молитвенном состоянии, когда мы молимся, и не просто молимся утром, вечером и перед едой, но постоянным как бы общением с Богом. Мы можем с Богом заговорить, когда мы в машине, когда мы где-то делаем какую-то работу, когда у нас, как псалмопевец, он и в пещерах молился Господу, и в разных пустынях, везде, где он находился, он писал эти прекрасные гимны, и мы также можем в этом молитвенном состоянии пребывать. Даже когда мы не знаем, о чем молиться, Слово Божие говорит, что Дух Святой будет ходатайствовать за нас и научать нас, о чем нам нужно молиться, когда мы пребываем в этом состоянии. Еще как мы можем упражнять себя в благочестии, это когда мы имеем победу над грехом, когда мы стремимся побеждать эти грехи в нашей жизни. Дорогие мои братья и сестры, вот этот список, который мы прочитали, я уверен, что мы можем где-то найти себя в этом списке, который неприятно даже читать, но там есть, может, мы проявляемся иногда, но это должно быть иногда, когда вот, если мы понимаем, что мы согрешили, это должно привести нас к состоянию раскаяния, и тогда Господь будет давать нам силу и возможность победить этот грех в нашей жизни. Мы знаем, что Слово Божие, оно помогает нам побеждать грех в нашей жизни, потому что так сказал, так же псалмопевец, он сказал, «Сердце мое сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой, чтобы иметь победу над грехом, мы должны пребывать в Господе и в Его Слове». Знаете, христиане не могут свободно пребывать в греховном состоянии, это несовместимо с настоящим христианином, да, мы можем спотыкаться, но как апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 3,8, он говорит, «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Мы должны стремиться иметь победу над грехом, чтобы постоянно не впадывать в тот же самый грех в жизни нашей. Итак, братья и сестры, мы посмотрели коротко на этот стих, вот на эти пять стихов, но особенно на этот пятый стих, что «имеющий вид благочестия, силы же его отрекшись». Да поможет нам Господь не отрекаться от этой силы, и как мы можем расти в ней, когда мы постоянно пребываем в общении с Господом. И знаете, вот мне еще очень хотелось прочитать 12 стих из этой главы, это будет как заключение, потому что здесь также апостол Павел говорит о благочестии. Это вот 12 стих, где мы читали, и там написано «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут любимы всеми людьми на земле». Так написано? Нет, они будут гонимы, потому что дьявол ненавидит, когда люди благочестивы перед Богом. Знаете, интересная мысль здесь, что если мы начнем любить Бога больше, чем самого себя, то у нас благочестие, оно будет само расти, оно будет расти у нас. И чем больше благочестие будет расти, чем больше гонения будет усиливаться против нас. Но так же действует и наоборот. Вот. Знаете, дьявол, он не будет силы свои тратить на тех, которые просто имеют вид благочестия. Он, наоборот, будет хлопать и говорить «Хорошо ты делаешь». Вот если мы знаем кого-то, который только имеет вид благочестия, дьявол будет поощрять, говорить «Оставайся в таком состоянии, это тебе хорошо, это Богу угодно». Но дьявол, он будет очень сильно стоять против тех, которые растут в благочестии, которые имеют не просто вид благочестия, как сегодня мы все очень красиво одеты, но и завтра, когда мы пойдем по своим путям, это благочестие должно в нас продолжаться. Да поможет нам Господь с этой мыслью обратиться к Нему и попросить помощь, чтобы мы были праведны перед Богом и стремились угодить Ему во всем. Аминь. Мы помолимся. Продолжение следует...